Здравствуйте! На телеканале ЖТСУ время новостей в студии прямого эфира Жбек Турганбекова. И в начале выпуска коротко о самом главном. Более тысячи уникальных исторически значимых экспонатов выставлены в музее ДВД после реконструкции. В регионах области в канун 70-летия Победы открываются обелиски славы, где увековечены имена славных сынов Победы. Память ушедшим Ассамблея народа Казахстана инициировала акцию по уходу за захоронениями участников и героев войны. Сегодня стражи порядка Алматинской области чествовали ветеранов Великой Отечественной войны. К знаменательному событию 70-летию Победы они приурочили целый ряд значимых мероприятий. В их числе открытие музея полиции области и мемориальной таблички на доме, где проживал легендарный генерал-майор милиции Абдекадр Булсамбеков. В торжественном мероприятии принял участие глава края Амандык Баталов. Подробнее в материале Антона Хатиновского. Торжественное мероприятие, посвященное 70-летию со дня Победы над фашистской Германией, стражи порядка Алматинской области начались возложение цветов к обелиску славы. Минута молчания и тройной оружейный залп – дань памяти героям войны, отдавшим своей жизни за освобождение и оборону своей родины от коричневой заразы фашизма. Далее под звуки духового оркестра правоохранители области прошли торжественным маршем перед ветеранами войны и службы. Следующее мероприятие, в котором принял участие и глава Алматинской области Амандык Баталов – открытие музея полиции области. Символичную ленточку перерезали Аким Края ЖТСУ и генерал-майор полиции Мурат Урумханов. Тут же для участников мероприятия была проведена первая экскурсия по выставочным залам. Для реконструкции музея сотрудники полиции перечислили свой однодневный заработок, а полная подготовка к открытию заняла три месяца. Сейчас площадь обновленного музея занимает 180 квадратных метров, а в фонде – 1200 исторических экспонатов. Я была поражена сегодняшним увиденным вот этим новым музеем. Это второе детище Мурата Жалиловича, первое детище – это наш музей, который наставил после себя рукотворный памятник в ДВД Сирокастанской области. Поразило меня, конечно, что это богатство, богатство и материалы экспозиционные, богатство оформления. Чувствую, что здесь работал, конечно, специалист, профессионал с высокой буквы. Поэтому музей просторный, оригинально оформленный, самое главное – музей современный. В актовом зале здания полиции области во время торжественного собрания Аким Края Амандык Баталов в своем выступлении особо подчеркнул не только военные заслуги ветеранов, но и их вклад в воспитание молодого поколения, вручив им почетные грамоты. Не остались без внимания и действующие стражи порядка. Здесь же был озвучен ряд приказов от МВД республики и руководства полиции области, согласно которому был поощрен целый ряд сотрудников. Я хотел бы вам всем пожелать успеха в работе, будьте всегда живы и здоровы, самое главное, потому что ваша профессия, она, насколько ответственна, так и очень опасна, чтобы вы всегда живыми возвращались к себе, к своим семьям, чтобы общественный порядок в Алматинской области был на самом высоком уровне. Все это благодаря вашему неустанному труду. Не забывайте никогда своих старших братьев, отцов, дедов, ветеранов. Завершающим этапом торжеств по случаю юбилея со дня победы стало открытие мемориальной доски у дома, в котором долгие годы жил ветеран двух войн, генерал-майор милиции Абдекадыр Болсамбеков. Во время митинга собравшиеся отмечали его большие заслуги в борьбе с преступностью перед населением области, за что генерала много лет назад удостоили звания почетного гражданина Алматинской области. Антон Хатиновский, Карат Кастурганов, телеканал ЖТСУ, Талды Курганов. Республиканская акция «Арда Герлерда Ардахтаев» реализуется в каждом регионе и каждом уголке республики. В ее рамках оказываются почести каждому ветерану Великой Отечественной войны. Поздравительные письма с подарками от имени партии Нур-Отан сегодня были доставлены Герою Советского Союза Ивану Хосенкову. Поздравить Героя с 70-летием Победы прибыли представители партии Нур-Отан во главе с первым заместителем председателя Алматинского областного филиала Сериком Мукановым. О самоотверженности и героизме Ивана Косенкова хорошо знали его соотечественники, вместе воевавшие с ним во время Великой Отечественной, говорит дочь Героя. Однако сейчас их нет в живых, но доказательства остались. Это награды. От них все тяжелее становится китель Героя Советского Союза. Без юбилейных медалей он весит около трех килограмм. В этом году к наградам Героя прибавилось еще два – ордена Курмет и Борис. «Поздравляем с Днем Победы наших всех людей с праздником хорошего настроения. Чтобы весь наш народ жил хорошо и никогда, чтобы не было никакой войны, которой мы защитили и находимся сейчас в хорошем состоянии». При встрече партийцы ознакомились с условиями жизни ветерана, поинтересовались проблемами Героя. Как утверждают местные власти, Иван Косенков очень скромен. Как полагается Герою, говорит он сам, достаточно того, что не оставляют без простого человеческого внимания. Гульназ Мустафа, Айдос Калеев, телеканал ЖТСУ, Каратальский район. День Победы поистине всенародный праздник. Ветераны Великой Отечественной войны своим личным примером показали, как должен относиться к своей родине каждый гражданин. Прошло 70 лет со дня окончания Второй мировой войны, но до сих пор она острой болью отдается в памяти народа. В преддверии 9 мая руководители районов и городов Алматинской области посещают ветеранов, поздравляют их с наступающим праздником и вручают юбилейные медали, денежные премии и памятные подарки. Активное участие в акции принимает и Коксусский район. В Коксусском районе на сегодня проживают 8 ветеранов войны. Один из них – 94-летний Петр Голышенко. Ноги хоть уже и не ходят, но в глазах все та же несгибаемая воля и жизненная стойкость. Бывший снайпер, обладатель ордена Великой Отечественной второй степени и других медалей получил в преддверии Великого праздника – долгожданный подарок. 70-летие Великой Победы и фронтовик вместе со своей семьей встретит в просторной, светлой трехкомнатной квартире. Аким Коксусского района поздравил фронтовика с новосельем, вручил юбилейную медаль, денежную премию и пожелал самого главного – крепкого здоровья. Искреннюю благодарность за такое внимание от имени Петра Голышенко выразила его дочь. Мы очень благодарны за внимание правительства нашего, за то, что они позаботились о моем папе, я говорю, выделили ему квартиру. Что мне теперь эта помощь большая по уходу за ним, я говорю, и тепло в доме, и все удобства, не бегать на улицу, на холод. Теперь мне приходится за ним легче. Навестил Галунтук Пейсов и Акжана Исмуратова. Несколько дней назад по состоянию здоровья фронтовика госпитализировали. Но сейчас он держится молодцом. Участник боев на Украине, кавалер ордена Великой Отечественной второй степени. И других наград, получив поздравление и юбилейную медаль, как символ мирной жизни, выразил искреннюю благодарность лидеру нации за внимание, поддержку и заботу. Навестили власти района еще одного доблестного воина, кавалера ордена Великой Отечественной второй степени Василия Гудкова. Награжденный боевой медалью за освобождение Германии, солдат победы, к сожалению, уже не может ходить. От имени руководства района, кроме юбилейной медали и денежной премии, фронтовику вручили кресло-коляску, чтобы ему было легче передвигаться по дому. Такая помощь и постоянное внимание родных ветеранов растрогла до слез. От имени нашей семьи хочу просто выразить благодарность за такую вот помощь хорошую, за поздравления, за то, что не забываются ветераны, хоть их не так много осталось, но они еще есть, и они требуют внимания, они требуют ухода. И вот просто всем большое спасибо, кто принимал участие вот в этом мероприятии, кто приехал поздравить, всем огромное спасибо, всем хочу пожелать крепкого здоровья, благополучия, главное мира, чтобы у нас всегда был мир, было спокойствие. Всем, в общем, всем большое спасибо. Аким района посетил всех участников войны региона. Обращаясь к бывшим фронтовикам, поблагодарил их за сегодняшнее мирное небо и за отвагу. Сегодня каждому из них важны и нужны слова поддержки и благодарность потомков. В продолжении темы. В канун 9 мая получают поздравления и ветераны Великой Отечественной войны Искельдинского района. Памятные медали и подарки участникам войны вручил Аким района Нурлан Кылышпаев, посетив каждого участника войны лично. В 70-ю годовщину победы в Искельдинском районе встречают всего 9 участников войны. Для Шамсудина Исмаилова этот год вдвойне юбилейный. Зимой ветеран отметил своё столетие. На войну Шамсудин Исмаилов отправился в 42-м составе Южного фронта. Получил тяжёлые ранения, но в 44-м вновь вернулся на войну. Освобождал Крым, Белоруссию, Латвию, Литву. И по сей день главное пожелание Аксакала – мирного неба над головой. Я желаю всему народу благополучия, счастья и, главное, дружбы. Желаю, чтобы люди жили мирно. Руководство края вручило всем участникам войны государственные юбилейные медали, а также именное поздравление от республиканского штаба партии Нур-Отан. Также к празднику от района всем ветеранам приготовили благодарственные письма, подарки и продуктовые наборы. Не менее приятным сюрпризом для них стали и военные песни под гармонь. Мне кажется порою, что солдаты кровавых, не пришедшие в море. Ни землю нашу полетли когда-то, но превратились в белые журналисты. Для 90-летнего фронтовика Григория Голубева 9 мая – самый главный праздник. И в этот день лучший подарок для него, говорит ветеран, такое внимание. Вас поздравляю с праздником, чтобы праздник был всегда, чтобы мир был всегда. Кроме участников войны, в Вискильдинском районе проживают 784 труженика тыла. Все они в преддверии праздника также получили поздравления. Дина Баранбаева, Жаслан Шинкенжи, Телеканал ЖТСУ. Поздравительное письмо и ценные подарки от имени партии Нур-Отан были сегодня доставлены на доме труженицы тыла Батихим Ерембаевой. Подвиг ветеранов тыла в годы Великой Отечественной войны поистине неоценимы, отметил заместитель председателя Алматинского областного филиала партии Нур-Отан Серих Муканов. С первых дней войны им пришлось взять на себя тяжелую работу, чтобы обеспечить фронтовикам надежный тыл. Батиха Миримбаева родилась и выросла в Сарканском районе. Во время войны работала осмотрщиком железнодорожных путей. Работала она, не покадая рук, на благо родной страны и в послевоенное время. За вклад в дело победы в достойной медали труженик тыла. Тяжелые жизненные испытания, выпавшие на долю Батихи Апай, не сломили бодрости ее духа. Она до сих пор помнит те страшные годы и желает всем казахстанцам только одного – чтобы на родной земле никогда не было войны. Очень тяжелое время тогда было. Нам выдали путейскую форму, и мы по 12-16 часов смазывали железнодорожные стрелки керосином. Было военное положение и строгая дисциплина. Если кто-нибудь отлучится – сразу под суд. Но мы все прошли это испытание и теперь живем в свободной и прекрасной стране. Я желаю, чтобы на нашей земле всегда царил мир и согласие. И еще есть тем выпуска. Большой подарок к 70-летию победы жители села Куктал Панфиловского района сделали сами себе. Точнее, в дань памяти своих прославленных предков. Почти полторы тысячи куктальцев отправились на фронт в годы Великой Отечественной войны. Отныне все их имена написаны в новом памятнике славы. Даже сегодня голос Левитана, как и 70 лет назад, вызвал в сердцах людей трепет и волнение. Страшная новость о начале войны поломала тогда судьбу многих. Подобные картины горестных прощаний вспомнила добрая половина присутствующих. Дети войны, потомки фронтовиков, сдержать слез были не в силах. На войну в 41-м ушли почти полторы тысячи куктальцев. Большая половина не вернулись, но отныне имена каждого навечно запечатлены на стеле славы. Имена своих близких в славном списке героев отыскала Марьям Суфьянова. Сразу шестерых в далеком 41-м проводила ее семья на войну. Лишь двое вернулись, но и они до большого юбилея победы так и не дожили. Отныне их имена не только в памяти своей семьи, но и в истории славного казахстанского народа. Они погибли, отдав свою жизнь, защищая родину, подарили нашим детям нам свое счастливое детство. Великим всем живым и мертвым, подарившим нам жизнь низкий поклон. Мы будем помнить, это история, история Великой Отечественной войны. Жизнь была их коротка, но память будет вечной. Немало имен своих фронтовых друзей увидел на стеле и ветеран войны Симбек Кожахметов. Фронтовику уже за 90. Но прийти и почтить память однополчан наш святой долг, признается Аксакал. Лишь он, последний в коктале оставшихся в живых фронтовик, знает, какой непомерной ценой достался мир на земле. Главное – это мир, это счастье народа, это истинное наше богатство. Столько людей полегло на полях войны, столько городов было разрушено. Не дай бог вам испытать даже малой части того, что выпало на нашу долю. Берегите мир и спокойствие, берегите память героев, которые завоевали этот мир. Памятник украсил местный сельский парк. Его специально облагородили к открытию монумента. На строительство памятника затратили более 10 миллионов тенге. И все средства собрали местные жители. Каждый, кто чем смог, внес свою лепту в общее благое дело. Великое событие такое в жизни нашего района, в области Казахстана. Наполняется с такими положительными эмоциями, на глаза наворачиваются слезы. Так как сколько, как наш президент сказал, 2 миллиона казахстанцев было отправлено на войну. Из них миллион не вернулись. Я думаю, что это большой памятник. Памятник, который учит молодежь патриотизму. Который учит, чтобы чтили тех, кто не вернулся, кто воевал в Великой Отечественной войне. Низкий поклон всем ветеранам, которые остались, и доловикам. Мы чтим этот памятник. Мы строили этот памятник всем поселкам. Тут, например, у меня трое родственников. Все дядьки. Я очень рада и горда, что именно у нас в поселке сейчас сделали вот такой прекрасный памятник. Мы будем все сюда ходить. Ходить, вспоминать их добрым словом. То, что они дали нам вот эту жизнь, вот эту свободу, вот это вот, то, что мы сейчас живем так прекрасно, так хорошо. Еще три памятника славы в преддверии Дня Победы силами местных жителей открыли в Панфиловском районе. Они стали отражением не только великого героизма предков, но и данью большого уважения потомков. К славной истории своего народа и почитания каждого героя войны. Наталья Хоменко, Канад Костурганов, телекомпания ЖДСУ, Панфиловский район. Канун 70-летия Великой Победы для жителей Коксусского района ознаменовался большими событиями. 70 коксусов стали обладателями ключей от новых квартир. А также открытие новых памятников в преддверии юбилейной даты стало значимым событием. И несмотря на дождливую погоду, в лицах людей можно было увидеть солнечную улыбку. В суровые сороковые из села Инбекши-Казак Коксусского района на фронт отправились 105 ветеранов. И только 30 из них вернулись на родину. К сожалению, сегодня в селе Живых не осталось ни одного фронтовика. Их имена высечены на новом обелиске славы. На его открытие сельчане пришли с портретами своих отцов и дедов. Каждый помнит их рассказы о войне. Новый памятник – это знак благодарности за великую победу в кровавой войне. Не нужно забывать о них. Наш долг – хранить в памяти их имена и подвиги. Мы счастливые люди, потому что живем в мирной стране. Подрастающему поколению хотелось бы пожелать, чтобы они были настоящими патриотами своей родины. Открытие памятников – это лишь малая толика сыновей благодарности за победу. Ведь оценить ратный подвиг ветеранов войны невозможно. Но беречь и хранить их имена – долг каждого. Настоящим подвигом называют солдаты победы и доблестный труд тех, кто помогал фронтовикам, работая в тылу. Сегодня оставшимся восьмерым вручены юбилейные медали. К 70-летию власти района приурочили и вручение ключей от новых квартир. В числе счастливых новоселов – пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и доблестная труженица тыла Дармения Тамбаева. 95-летняя вдова ветерана войны Раскельда Тамбаева помнит все истории о войне, рассказанные ей супругом. К сожалению, до этого дня он не дожил, сокрушается Дармения Апай. Но рада, что его подвиг и ее труд удостоены внимания. Я 9 лет ждала квартиру и сегодня мне вручили ключи. Спасибо всем. Спасибо, что оценили наш труд. Желаю мира и процветания нашей стране. Еще одной достопримечательностью в области стало больше. В селе Желанда Алакольского района открылся мемориальный комплекс, посвященный 70-летию Великой Победы. На нем высочены имена около тысячи фронтовиков. Именно столько солдат Победы отправились на линию фронта из этого сельского округа. Мемориальный комплекс расположился в центральном парке села Желанда. Он станет не просто достопримечательностью для сельчан, а вечным символом героических подвигов дедов и прадедов. На линию фронта в далекие 40-е в ряды Красной Армии были призваны солдаты почти с каждой семьей. Вернуться же на родную землю удалось не всем. Однако имена воинов не забыты. Все они в народной памяти. А теперь и в граните, рассказывает инициатор благого дела, выходец села Бауржан-Успанов. В этом памятнике уже почти около тысячи человек. Это считается маленького округа. Для меня, я-то думал, что в пределах может сто человек были участниками войны. Оказалось, на сегодняшний уже тысячу человек. Соответственно, этот памятник мы ставим для всех участников войны, чтобы все потомки знали, во имя чего воевали их предки. Чтобы на веки помнили своих предков и восхищались их подвигом. В гранитном списке высечено имя у Нирбая Самолбаева. В фронтовика уже давно нет живых, рассказывает дочь ветерана Галия Самолбаева. В Желандана приехала специально из города Исек, чтобы почтить память отца и других солдат Победы. Моего отца на фронт забрали в 1941-м. В 1943-м под Калининградом его тяжело ранили. Шесть месяцев он лежал в госпитале. После его комиссовали домой. Когда кончилась война, трудился в колхозах Сталина, Карла Маркса. И в 1989-м отец умер. Он часто рассказывал о войне. Это очень страшные воспоминания. Не дай бог нам узнать, что такое война. Канун 9-го мая для жителей села знаменовался еще целой чередой событий. Были презентованы фронтовые книги известного исследователя Токтара Бискулова от Анушен от Кишкендер и видного фронтового писателя Бижана Раисова Каждое издание – бесценное наследие для многих поколений, проникнутое боевым духом военного времени. Кульминацией мероприятия стало открытие музея боевой славы в местном лицее. Лаура Байбачанова, Даниэр Балуспек, Лыжая Курманбаев, телеканал ШТСУ. Память павших в бою героев почтили в Мбекш-Казахском районе. В честь 70-летия Великой Победы здесь заложена аллея славы. На протяженности в 300 метров посажено более полутора тысяч саженцев, установлено 18 информационных стендов, а также сконструирован архитектурный ансамбль «Вечный огонь». Данный проект нацелен на воспитание подрастающего поколения. По словам организаторов, дети очень любят посещать зоопарки. А совмещая приятное с полезным, здесь планируется проводить познавательные экскурсии для школьников. Сегодня в зоопарке насчитывается 125 видов животных и птиц. На территории высажено 11 тысяч саженцев, а в будущем здесь же будут разбиты еще и аллеи дружбы. Однако реализация всех этих проектов требует не только времени, но и больших материальных затрат. Поддержать благородное начинание взялась Национальная палата предпринимателей, которая призвала бизнесменов области оказать спонсорскую помощь в благоустройстве зоопарка. А в том числе и аллеи славы, поскольку все это делается для будущих поколений. Дети, которые придут сюда со своими родителями, они, чтобы прочитав и узнав более глубже историю нашего государства, они поняли, сколько труда, сколько невзгод пришлось прожить и перенести нашему народу. Чтобы мы сегодня жили под открытым голубым небом. Чтобы появилась у них гордость за наших дедов. Появилась гордость за землю, на которой мы живем. Продолжаем выпуск. Немеркнущий подвиг житцузских воинов в новых изданиях. В канун 70-летия Великой Победы при поддержке Акима Алматинской области в свет вышли еще две книги, посвященные героям-победителям. Их торжественная презентация сегодня прошла в областной библиотеке имени Сакена Сифулина. Новое издание под названием «Урпака Уран Булган Улужинес» представляет из себя своеобразную летопись Великой Победы. В него вошли истории героических подвигов житцузских солдат, архивные документы, уникальные фотографии, письма военных лет и отрывки из личных дневников участников Второй мировой войны. В книге, состоящей из шести глав, также содержится информация о предвоенном развитии региона и послевоенные достижения житцузцев. Причем увековечены именно не только тех, кто сражался за победу, но и тех, кто помогал идти к ней, работая сутками в тылу. Над сбором исторических документов и уникальных данных работал коллектив областного управления культуры, документации и архивов. Книга издана тиражом 800 экземпляров. В первую очередь их вручат бывшим фронтовикам. «70 Победы» – оба книги хорошие подарки. Для чего вот эти книги? Это книги, чтобы наш молодежь, наши потомки знали, вот мы сейчас счастливы живем, благополучи живем, независимы в стране живем. А благодаря чего вот это все пришло? Это благодаря тому, что наши деды, отцы воевали, защищали нашу независимость, победили фашистскую Германию. Благодаря этого наш прежде Советский Союз, сейчас наш Казахстан и другие страны мирно существуют, развиваются. Поэтому, чтобы привить патриотизм, воспитать нашу молодежь духа патриотизма, вот эти книги большие значения имеют. К 70-летию Победы Нацбанк выпустил юбилейные памятные монеты номиналом 500 тенге из серебра и 50 тенге из сплава «Нейзельбер». На оборотной стороне обеих монет изображен фрагмент мемориала славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы. Тираж монет из серебра составил 7 тысяч штук. Из них более 4,5 тысяч на безвозмездной основе переданы в Министерство обороны Республики для вручения их ветеранам Великой Отечественной. Рассказывают работники банка. Фронтовики Алматинской области, а это 343 ветерана, в канун праздника уже получили подарки от Нацбанка. Однако сделать себе такой памятный подарок в честь 70-летия могут все желающие. В Алматинском областном филиале работали тоже два участника, ветераны Великой Отечественной войны, которым были вручены памятные серебряные монеты. Всем желающим, кто хочет приобрести серебряную монету 70 лет Великой Победы, можно подойти в филиал Национального банка и купить для подарка. Сплавание «Изельбер» монеты выпущены в количестве 100 тысяч штук. Выстрелы, разрывы снарядов, слезы по погибшим и бесконечная боль. В атмосферу войны, в переживании и эмоциональный накал на час погрузили зрители-актеры студенческого театра. В Житцузском государственном университете имени Ильяса Жан-Сугурова прошел спектакль, посвященный 70-летию Великой Победы. «Игра начинающих актеров прикована глазами зрителей от начала до самого конца спектакля, ведь они не первый раз на сцене. Студенческий театр «Жастулек» под руководством Галии Тимирбаевой существует вот уже 16 лет. За это время ребята сыграли множество ролей, хотя признались, что играть герою военных лет было очень сложно. «Я сыграла героиню по имени Назира. Было сложно. В основном в моментах, где нужно было плакать, ведь показать все тяготы военных лет нелегко. Для этого нужно почувствовать героиню, войти в роль. Хотелось бы поблагодарить всех участников войны, ведь сегодня мы живем в мирной стране, где царит благополучие, благополучие и любовь». В Алматинской области продолжается республиканская акция «Ассар» инициированная Ассамблей народа Казахстана. В ее рамках члены этнокультурных объединений проводят мероприятия, посвященные чествованию ветеранов войны и работу по сохранению памяти ушедших из жизни. К сожалению, зачастую могилы ветеранов по различным причинам остаются заброшенными. Именно так выглядело и место, где похоронен полный кавалер орденов славы Горбо Василий Лаврентьевич. В честь праздника Великой Победы представители Ассамблеи не только отреставрировали забытые могилы, но и возложили цветы к местам, где похоронены ветераны. Иван Битюков, Иван Ивлахов, герой Советского Союза, один из 28 панфиловцев Иван Шадрин. В рамках этой акции Ассар наши представители этнокультурных объединений, наша молодежь ездила по домам ветеранов Великой Отечественной войны, кому-то накололи дров, кому-то побелели, в доме кому-то покрасили забор. То есть необходимая помощь, которую просили ветераны, она была оказана. И мы стараемся, чтобы ни один из участников той тяжелой войны, ни один из тружеников тыла не остался без нашего внимания. Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание. Оставайтесь на нашем телеканале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова